Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Наша программа очень часто поднимает тему защиту бизнеса, защиту от неправоверных проверок и прочего, прочего, прочего. И сегодня мы снова об этом поговорим. Как видите, у нас сегодня в гостях люди в мундирах, представители прокуратуры. Но прокуратура это не просто, к которому все привыкли, а это прокуратура особенная. Это Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Хочу представить гостей из студии. Это Марина Сидорова, старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Марина, добрый день! Здравствуйте! Это ее коллега Игорь Луньков, старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Игорь, добрый день! Добрый день! И наши постоянные участники наших эфиров это Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области, и Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Добрый день, господа, снова рад вас видеть. А вы, дорогие телезрители, можете звонить нам по телефону 3190, а может быть вы предприниматель, а может быть даже хотите пожаловаться на какую-нибудь неправомерную проверочку, вот как раз напрямую, можно без всяких даже писем, сразу позвонить и сказать. А я вот так, или наоборот, высказать ваше мнение, удовольливая работа и, соответственно, проверяющих органов, поэтому 3190 прямой эфир. Ну что ж, давайте, уважаемые гости, сразу вообще поясним, а вот какие объекты, какая бизнес, в какой сфере находится вот в вашем видении? Слушай, как-то обычно, знаете, природоохрана, прокуратура сразу кажется, ну, почему же бизнес, да, по идее, ваше дело за экологией следить там, не знаю. Да, любой предприниматель может к нам обратиться, поскольку каждый из предпринимателей так и иначе является природопользователем. Он либо оказывает антропогенное воздействие на окружающую среду, либо пользуется природными ресурсами. Шестая часть предпринимателей находится на территории, которая поднадзорна Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Ну и хочу познакомить зрителей с нашей прокуратурой. Волжская прокуратура осуществляет свой надзор в Волжско-Камском бассейне, в Волжско-Каспийском бассейне. Включает наша территория 17 субъектов Российской Федерации, находящихся в пяти федеральных округах. Соответственно, более ста органов, уполномоченных по всей Волге и уже теперь и в Каспии, взаимодействуют с предпринимателями по вопросам охраны окружающей среды. Это начиная от размещения производственных помещений, благоустройства территории и заканчивая предоставлением отчетностей и получения разрешений на осуществление деятельности. Поэтому мы обширная полномочия и, соответственно, всегда готовы защитить. Вообще очень удобно, да, Роман, что вот из Твери управляется 17 регионов и предприниматель может обратиться. Нам, по крайней мере, в нашей работе помогает. Мы с коллегами давно взаимодействуем, соглашения заключены у нас, и институт уполномоченного, и деловые сообщества активно участвуют. Здесь очень важно, что можно прийти и обратиться. В Твери непосредственно не надо куда-то там столицу писать далеко. Ну да, Тверичаному это удобно. А Астраханцам? И Астраханцам, и стоит добавить, что в прошлом году издан приказ Генерального прокурора о создании Северокаспийской прокуратуры в Республике Калмыкия и Махачкалинской, и Дербенской и Межрайонных природоохранных прокуратур в составе Волжской прокуратуры. Вот уже Осташковский прокурор, бывший природоохранный, был назначен в город Дербент Дербенским прокурором. И стоит добавить, что у нас органы поднадзорные. Это Росрыболовство, Рослесхоз, Росприроднадзор, Роснедра, Росгидромет. Еще много органов власти, субъектов федерации, в том числе органов местного самоправления, к которым обращаются предприниматели. То есть это же синоптики? Росгидромет, да. Да. Ну хорошо, то есть таким образом, верно, мы понимаем, что речь идет не только, условно говоря, как мог кто-то подумать о предприятиях, как стоит завод на Волге, это в вашей епархии. Не на Волге, это свидание, да? Нет, любой, кто лесом занимается, недрами занимается. Все мы в чем-то природопользователи. Атмосферный воздух, это вообще независимо от того, где расположены это предприятия. Ну и сдача отходов, это уже любого юридического лица касается, в том числе и некоммерческих организаций бюджетных. Ну хорошо, мы сейчас поговорим, конечно, о том, какие касаем проверок. Но в целом, скажите, вот у меня информация, что в июле прошлого года вступил в силу федеральный закон номер 248 о госконтроле на отзоре и муниципальном контроле Российской Федерации. В чем была его необходимость принятия? Что без него было не так? Закон о защите прав юридических лиц, он у нас действовал с 2008 года, и до него был закон о защите прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля. Этот закон все-таки подходы к осуществлению государственного контроля он поменял радикально. То есть он закрепил приоритет профилактики нарушения обязательных требований. И каждый орган, прежде чем идти и проверять, закон ввел понятие обязательных профилактических визитов. Предприятия, которые приступают к осуществлению деятельности, подлежат обязательному профилактированию. Орган контроля не вправе наказывать никого, когда он придет на этот профилактический визит. То есть контрольные мероприятия может проводить только в том случае, если непосредственная угроза причинения вреда возникла только в этом случае, и то по согласованию с прокурором. Только по согласованию с прокурором. Поэтому и закон еще ввел новые понятия как индикаторы деятельности, эффективности, которые тоже, в общем-то, не связаны с цифровыми показателями, а связаны, наоборот, с профилактикой. То есть, когда он заработает у нас полную силу, предприниматели ощутят облегчение. А в чем это будет? Снижение административного давления. Мы уже видим, коллеги утверждают ежегодно план проверок. Предприниматели и члены торговой промышленной палаты могут посмотреть в едином реестре контрольных мероприятий. Плановые проверки, ну, мораторий продолженных нет, а внеплановые, ну, не знаю, поправьте меня, по-моему, всегда за 50% хотелок контрольно-надзорных органов по проверкам отметаются прокуратуры и не включаются, ну, обоснованно не включаются в эти планы. Это важно. Ну, и плюс в внеплановые мероприятия часто у нас была такая проблема, что многие контролеры, в том числе и в сфере природопользования, они камуфлируют свои различные контрольные мероприятия под другие виды контроля. Пошел какой-то рейд провел, что-то посмотрел. И часто это, ну, и не билось по документам в едином реестре контрольно-надзорных мероприятий, а раньше в едином реестре проверок. Сейчас все более-менее структурировано, Генеральная прокуратура ведет эту цифровую систему специальную, где подкреплены документы, где каждый может посмотреть, то мы, как уполномоченные, имеем доступ и смотрим, каким образом, насколько результативный проект, вообще, насколько он обоснован. Ну, и о том, о чем сказала Марина Романовна, мне кажется, вот 248 закон, уже ближе, отвечая на вот эту часть вопроса, он, в принципе, поменял подход от карательного к профилактике. Там новые виды контроля и, так, ну, то, что мы часто называли рискориентированный подход, ну, так, больше слова, и в студии у вас много раз говорили. А сейчас уже, да, он остался, но в законе теперь четкий приоритет. Как надо исходить при планировании проверок, при проведении контрольных мероприятий, вообще, в принципе, перестраивать эту работу. Ну, давно об этом говорили, бизнес обращал внимание, что пока, несмотря на сокращение, там, плановых мероприятий, мораторий, они работают, но уровень в целом, давление так резко не снижается, поэтому это важный момент, мне кажется, 248 закон должен себя показать в этом году. Ну, сейчас будет важный момент, реклама, потом Владислав хотел спросить ваше мнение. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». У нас сегодня в гостях представители Волжской природоохраны и Межрегиональной прокуратуры, а также наши известные тоже резиденты, что называется, нашей программы. Это Антон Стамплевский, бизнес-омбудсмен, и Владислав Шориков, президент Тверского торгового промышленной палаты. Владислав, а вот что говорит предпринимательский корпус по поводу вот этой законодательной новеллы? Новелл-то много, про каждую. Наверное, все предприниматели, может быть, и не наслышаны. Но что касается природоохранной прокуратуры и прокуратуры вообще, у торгового промышленной палаты Российской Федерации есть соответствующие соглашения со всеми этими структурами. И вы знаете, вот как раз прокуратура и природоохранная, она среди тех жалоб, замечаний, ну, может быть, какого-то недовольства предпринимателей, да, она занимает отнюдь не первые места. То есть, благодаря открытости достаточно действия этих органов, благодаря наличию того же общественного совета, да, благодаря возможности обратиться по каждому из этих вопросов, ну, стараемся их более-менее как-то снимать в рабочем режиме. То есть, вот здесь, если говорить о точке кипения, она далеко не до 100 градусов, да, находится. В этом плане позитив. Что касается непосредственно деятельности самой прокуратуры природоохранной, ну, мы прекрасно понимаем, что в нашем регионе, да, где все-таки кроме водных ресурсов еще то, что можно называть полезными ископаемыми, как природа, песчано-гравийная смесь ее добыча, да, леса и так далее. Все это непосредственно на повседневной деятельности тех отраслей, которые с этим завязаны, оно, конечно, сказывается. Но вот эта волна массового, может быть, относительно такого нигилизма, да, которое присутствовало в 90-е годы, я имею в виду правового, вот, со стороны предпринимателей. Начало двухтысячный кусочек там. Она ведь уходит как под давлением законодательных органов, так и правоохранительных, так и, собственно, осознание и самими предпринимателями, что проще и лучше выполнять эти требования, нежели их нарушать. Единственный вопрос, что каждую вещь можно довести до абсурда, да, как нарушения, так и контроль за их невозможным происхождением. Вот мы уже чуть-чуть, коллеги, затронули эту тему, когда различные проверки, стараясь обойти разрешение прокуратуры, в том числе на их осуществление, маскируются под те или иные формы активности, да, это касается и местных органов власти. Не будем скрывать, что периодически, благодаря тем или иным связям, пытаются пройти со случаями, когда организовывают, ну, скажем так, нечестную конкуренцию, да, то есть используя органы власти или правоохранительные органы с целью давления на конкурентов. Такое тоже встречается и бывает. Но все оно, с точки зрения природоохранной прокуратуры, ее деятельности, не является критическим. Да, то есть везде, где есть люди, всегда есть какие-то недостатки и есть ошибки. Но главное не перейти через определенную граль. Наверное, по природоохранной прокуратуре надо, конечно, смотреть на то взаимодействие, которое организовано непосредственно с муниципальными органами власти, да, с теми, кто работает на местах. Потому что часто административное давление может оказываться не обязательно возбуждением уголовных дел, да, ну, например, административных или каких-то прочих других. Я думаю, коллеги это затронут. И если смотреть в целом, то, в общем-то, состояние нынешнее, скажем так, отношений предпринимательства и природоохранной прокуратуры можно в целом охарактеризовать как достаточно деловое партнерство с целью за соблюдение тех законов, которые у нас есть. У нас были точки кипения, да, и в сфере охотопользования, и недропользования, да, и перевод земельных участков, и даже обращение с отходами. Но я сейчас немножко такое, может быть, чтобы не сложилось впечатление, что все у нас идеально, да, все хорошо, по 248 закону, вот, на что мы обращаем внимание, сейчас смотрим с коллегами, и здесь в диалоге находимся тоже с ВОЗКОМ, Межрегиональной природоохранной прокуратурой. Закон действительно хороший и направлен на профилактику, но так случается часто у нас в стране, когда один закон, ну, скажем так, не меняет норму в другом, в том же Кодексе административных правонарушений. А в этом Кодексе пока еще, пока мы работаем над этим, чтобы этого не было, пока еще написано, что если нарушение было, то за него должна быть ответственность. А часто складывается такая ситуация, и там, в любом деловом сообществе орган выявил нарушение, предпринимателю выдал предписание, сказал, устрани. Если предприниматель устранил, все сделал, инвестировал, заплатил деньги, мероприятия провел, там, природоохранные, например, а нарушение-то было, значит, надо оштрафовать. Получается, в чем смысл тогда профилактики? И вот 248 закон говорит, новый, о том, что если предприниматель устранил в отпущенный ему срок сам, то может и не применяться мера ответственности. Но, как часто у нас написано, но, если это написано в положении, о контроле и надзоре. Мы изучили все положения, все федеральные, сейчас региональные тоже изучаем, смотрим. К сожалению, этого пока там нет, вот этой самой профилактики. И получается, что здесь могут быть злоупотребления. Кого-то заодно, ну, кто-то устранил, его не будут штрафовать, а кого-то, наоборот, оштрафуют. Это тоже такая коррупционная может появиться составляющая. Мы бы не хотели, чтобы эти злоупотребления были у нас на Тверской земле, это точно. Да, я прошу прощения. Ту же грань, но только с другой стороны. Мы, когда говорим предприниматель, но этот же не обязательно человек, я насчет как раз профилактики, совершил то или иное нарушение осознанно. Ведь законодательство у нас большое. Предприниматели зажаты с разных сторон массой всяких требований. Периодически люди нарушают их по незнанию. Да, незнание там не освобождает от ответственности и так далее. Но с другой стороны, органы, соответственно, как и природоохранная прокуратура, если они делают профилактику, конкретно указывают на эти недостатки, но только самые упертые постараются их не исполнить, да, и не исправить текущую ситуацию. Даже тогда, когда это влечет за собой использование дополнительных материальной траты, денежные и финансовые ресурсы. Все равно. Поэтому вот с точки зрения профилактики, это одно из главных, наверное, таких постоянно повторяющихся требований, да, или возгласов, которые раздаются на любом совещании любого контролирующего органа. Да, дайте нам профилактику, мы посмотрим, вы скажите, что нужно устранить. Дайте нам срок, вы придете, проверите. Уж если мы не устранили, тогда наказывайте. А не так, что вы пришли, любой специалист, понятно, в прокуратуре, в частности, он намного лучше любого предпринимателя, знает, чего там и как. При желании, как говорится, любой предприниматель, как преподаватель, да, например, зарубит любого студента, так и здесь. Вот эта вот грань, ну, она зависит, конечно, как от людей, так и от закона, но надо по большей мере ее как-то стараться, вот, как правильно сказал Антон Владимирович, из субъективного фактора в объективный перевести, так, чтобы вот эта граница, она была, ну, совсем четкой, и переступать ее было сложно. А можно примеры конкретно телезрителям привести, вот как вот раньше было, и у предпринимателей возникали проблемы, а теперь этого не будет? Какие-то случаи можете припомнить? Теперь этого не будет чего? Ну, вот, вот у нас 248 закон, то есть, соответственно, вот его приняли, и, соответственно, вот, может какие-то примеры живые привести? Ну, сейчас федеральный закон 248, он ввел еще процедуру самообследования, и у нас век цифровизации будет информационная система обязательных требований создана, где любой предприниматель может посмотреть. И уже сейчас в целях профилактики нарушения обязательных требований каждый орган обязан на своем сайте разместить перечень обязательных требований, которые природопользователи касательно нашей сферы, да, могут исполнять. И то, что касается нарушений по незнанию, уже, наверное, в 2014 году, если я правильно помню, был уже такой большой шаг законодателям сделан в этом направлении, что, как правило, по незнанию допускаются нарушения незначительные, то есть касательно оформления какой-то документации, отчетов, журналов и так далее. Поэтому законодатель ввел такое понятие, как замена административного штрафа на предупреждение. Тоже немножко тяжеловато шло внедрение этой практики, то есть для субъектов малого предпринимательства, которые своим правонарушением не создали угрозу причинения вреда каким-то охраняемым законом, ценностям, и до этого не привлекались к ответственности за эти правонарушения однородные, они, даже если это статьей КОАПа не предусмотрено, назначение наказания в виде штрафа, в виде предупреждения, им в праве орган заменить, даже не в праве, а обязан заменить. То есть мы совместно с уполномоченными по защите прав предпринимателей вели разъяснительную работу и работу с органами. И, в общем-то, эта норма действует. Предупреждение действительно оправдало себя вот этот вот такой акцент в последние годы. Сейчас важно, что это прям законодательно зафиксировано. Более того, привести примеры. Я недавно получил письмо от Владимира Владимировича Васильева, который представляет нашу регион, в Государственной Думе, где он поддерживает предложение бизнеса по профилактике. И в рамках работы по кодексу административных правонарушениях, там же новая редакция кодекса, и о чем Марина Романова сказала, там действительно сначала предупреждение, потом штраф. И второй момент, то, чего уже было и не будет, два раза за одно и то же. То есть тоже есть такой момент, когда иногда контрольные органы выявляют нарушения и штрафуют и директора, и фирму. Ну, странная история, честно говоря. Я вот сейчас столкнулся в одной сфере, у нас есть там материалы, проверяем. Это первый момент. И второе, тоже вот этот кодекс, мы рассчитываем, что там поддержало и федеральное правительство, деловые сообщества все поддержали, что размер штрафной санкции будет как для ИП. Потому что тоже штрафная нагрузка, как мы видим, вот индекс административного давления, мы анализируем ежегодно, пока она достаточно высокая. И, ну, все-таки, наверное, это правильный подход. Нарушил, тебя предупредили, исправил. Второго, ну, извините, да, шанса уже такого не будет. Тут важно-то что, не будем скрывать, у нас иногда органы контроля, ну, скажем так, в некоторых районах, ну, не у нас, да, как говорится, заточены на конкретное собирание определенной суммы штрафов, да, с предпринимателей, пополнения бюджета. Ну, вот, я надеюсь, по крайней мере, мы не ощущаем такого со стороны природоохранной прокуратуры, чтобы она была на это заточена. Но коллеги, наверное, сами лучше скажут, есть у них такая система или нет. Требуется у вас начальство определенную сумму? Прокуратура сама практически не проверяет. Они надзирают, в этом-то и главное. Мы не накладываем штрафы, это делают органы, которые уполномочены, государственные органы, мы как раз за этим и надзираем. И, в общем-то, прокурор же наделен полномочиями приносить протесты на эти административные наказания. И как раз по факту неприменения вот этой вот статьи по замене для субъектов малого предпринимательства у нас, в общем-то, наработана обширная практика, в том числе и судебная, где орган всё-таки, по нашему мнению, и поддерживает судьи, применил наказание в виде штрафа, всё-таки не посмотрев на статус лица, которого он привлекает, что это для него высокая нагрузка, и он может это устранить без денежных наказаний. Важный очень акцент, это очень важно, Роман, всё-таки, чтобы у нас, так ещё, может быть, с прежних времён для предпринимателей многих сохранилось, что прокурор, вот он проверяет. Вот сейчас я даже для всех предпринимателей Тверской области, для наших телезрителей, прокурор здесь, на стороне предпринимателя, потому что есть специальные показатели даже по защите прав предпринимателей в системе прокуратуры. Может, это для кого-то так странно прозвучит, но, тем не менее, прокурор надзор осуществляет за контролёрами. Вот контролёры, да, они контролируют, они выявляют, они штрафуют, а прокуратура здесь как раз надзирает, чтобы всё было по закону сделано в плане проведения проверки. Это очень важный сдерживающий механизм. Важно. Ещё, когда мы выходим на проверку в госорган, мы смотрим практику органа в целом. То есть мы смотрим, что вот здесь штрафует юридическое лицо должностное, как бы практика одинаковая, а здесь почему-то решили не привлекать вообще никого, либо привлечь только должностное лицо, либо объединяют штрафы, то есть исключение из общего порядка, чтобы выявить, был ли тут сговор с проверяемым лицом на предмет наличия коррупционных проявлений, либо чей-то заказ с другой стороны, чтобы данное юридическое лицо как бы привести к банкротству вплоть до этого даже. То есть когда мы, ну, бывает проверка, сразу же иногда возникает вопрос предпринимателя, кто меня заказал. Ну, напрямую говорят. То есть как бы считаю, что это идёт заказ с конкурирующей стороны. Ну, кстати, в нашей практике встречаются и обратные случаи, когда орган контроля юридическое лицо применяет к нему послабление, так скажем, да, накладывает на него предупреждение как ответственность. А вот на должностное лицо, причём даже и не одно, как правило, возбуждается административные дела и за ответственное лицо, и на руководителя, их почему-то наказывают, не принимая во внимание обстоятельства, которые смягчают ответственность. Поэтому на это мы тоже реагируем. В общем-то, зарплата, уровень зарплатный всегда высокий, и каждому конкретному инженеру всё-таки это тоже нагрузка идёт на него. Ну, не знаю, не знаю. Смотря у кого уровень зарплатный высокий, руководство, я думаю, как правило, руководители в нашей стране, сами знаете, себя не обижают никогда. У инженера, согласен, может быть, весьма... Всё должно быть соразмерно, Роман. Вы знаете, вот штрафная нагрузка достаточно высокая, согласен с Мариной Романной, даже на должностных лиц. Но я всегда вот здесь предлагаю... Да, по геологическим штрафам они очень серьёзные. Вот Росприроднадзор там, да, там проводят мероприятия. Мы на площадке Деловой России в конце года прошлого встречались с руководителем, с Светланой Родионовой. Там у них такой план на этот год, вы знаете, ого-го. И, ну, есть план, к сожалению, он есть. Я не говорю про федеральные, даже органы, даже про региональные. Вы если откроете бюджет региональный там, да, то, к сожалению, там есть строка прям по штрафу. Это неправильно. Вот мы рассчитываем всё-таки, чтобы и законодатели, да, и исполнительного органа государственной власти при планировании таких документов, государственных программ целевых, бюджетов, они ушли от этой палочной системы. Всё, всё, другая реальность. Мы всё-таки, ну, должны жить, ну, на каких-то современном уровне уже. В противном случае это получается как дополнительное, ну, хотя сам термин, наверное, некорректен, налогообложение для предпринимателя, да. То есть это закрытая форма собирания ещё определённого количества денежных средств. Ну, закрытая, она проблема в чём? Мало того, что она дополнительная, но ещё и проблема в том, что её рассчитать невозможно. Предпринимательский риск тогда, соответственно, начинает вот в этой зоне доступности считаться туда-сюда с большим очень коэффициентом возможного составляющей. И, соответственно, ну, честнее было бы тогда уже просто объявить всем. Давайте ещё один налог на, ну, условно говоря, на природопользование. В этом смысле он легче считается, когда и звучит абсурднее. Но вот есть такие вещи. А вот если всё-таки это цифры, можно назвать? Цифры. Да. Вдохнули. Ну, основные цифры, которые прокуратура, которыми апеллирует, это количество рассмотренных планов и сколько юридических лиц, сколько объектов контроля из этих планов исключены благодаря нашей работе по их изучению. Вот по Волжскому бассейну, по 15 субъектов мы планы в этом году формировали, поскольку у нас три межрайонные прокуратуры и два субъекта к нам пришли в конце года, и там прокуратура субъектов рассматривали эти планы. Мы исключили 800 объектов. Это по региону? По Волжскому бассейну. Это четверть от того, что хотели органы проверить. По Тверской области их достаточно много, около 200. То есть те, которых в плановом порядке не придут проверять. Потому что основная, конечно, нагрузка – это плановые проверки. Там всегда что-то находится, выдаются предписания, и эти предписания контролируются потом на протяжении многих лет. То есть это административный как раз индекс формирует плановые проверки. То есть 200 хозяйствующих субъектов не увидят в плановом порядке у себя органов. Это только экологического контроля. Ну вот у нас больше всего мы освободили в лесном хозяйстве таких лиц от плановых проверок. То есть в плановом порядке практически ни к кому органы, осуществляющие лесной контроль, не придут. Потому что там субъекты малого предпринимательства преимущественно. И, соответственно, еще новшество этого закона, что рискориентированный подход у нас распространили на все виды контроля, которые есть в Российской Федерации, в частности, экологического контроля. В предыдущие периоды это был перечень видов контроля, который определялся правительством, и даже из экологического контроля. То есть он не только в экологический контроль входит и за недрами, за водой, за лесом, за атмосферным воздухом, за отходами. То есть это все экологический контроль. Это общее понятие земельный контроль. Это все общее понятие экологического контроля. То есть из этих видов большого вида контроля рискориентированных были только два. Сейчас они все рискориентированы, и, соответственно, маленькие предприятия, которые не оказывают негативного воздействия на природные ресурсы, им присваивается невысокий риск, и, соответственно, их проверяют только в исключительных случаях. Соответственно, это присвоение рисков тоже освободило предпринимателей от лишнего посещения контролёров. И, соответственно, о чём мы говорили, это согласование внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Теперь у нас, во-первых, контрольно-надзорные мероприятия — это не только проверка. Это может быть ещё визит, это может быть тот же рейдовый осмотр, он теперь тоже контрольно-надзорное мероприятие, которое проводится по согласованию с прокурором. А чем визит проверки отличается? Чем попить зашли? Визит – это мероприятие, которое минимизирует вообще взаимодействие органа контроля с проверяемым лицом. Он длится всего один рабочий день. Всё, больше ни вправо, ни влево. Да, иногда дни продлевать. Только пришёл, и больше всё, больше нельзя. И тут же сразу акт вручил, сразу всё проверил, сразу какие-то, если нарушения есть, вручил предписание и сразу составил акт. Всё, больше ничего, никаких документов с собой не увозит, ничего не делает. Больше одного дня нельзя. И тоже согласовывается с прокурором. Ну, соответственно, да, точно так же. Половина была тех, которых, в общем-то, и не надо было проверять. Вот мы тут одному органу контроля, они нам достаточное количество заявлений направили, хотели проверить предпринимателей, которые мясную продукцию реализуют на основании поступившего обращения, которое, собственно-то, и не содержало сведений о том, что эти предприятия чего-то вообще продают, и некачественное. Соответственно, прокуратура не санкционировала такие проверки. Вот у нас только во втором полугодии было их больше 50 проверок в абсолютных цифрах, и, ну, соответственно, 50% от тех, которые хотели проводить. Новшество закона ещё заключается в том, что теперь не каждое заявление, обращение, которое в орган поступило, может быть основанием для проведения контрольно-надзорного мероприятия. На органы возложена дополнительная нагрузка, они обязаны найти лицо, идентифицировать его, которое к ним обратилось, то есть связаться, приехать, объяснение получить, либо позвонить по телефону, установить личность, и в обязательном порядке должны его предупредить, что если это вот так же, как недобросовестная конкуренция, да, так же и граждане, так ведь и граждане без конца жалуются, им вот что-то там не нравится, этого гражданина орган обязан предупредить, что если это будет заведомо ложные сведения, которые он в обращении указал, что он за это тоже может понести материальную ответственность. То есть орган с него может взыскать расходы, которые он понёс в связи с проведением этих контрольно-надзорных мероприятий. Поэтому вот надеемся, что это как раз хорошо. Это же была классика жанра всегда. Находим лицо, скажем так, с низкой социальной ответственностью, как говорил Петербург. Который подписывает неизвестно что, отправляем, и пошла проверка. Иди разбирайся, так, не так, это уже след. Вы затратили на это минимум одно лицо и одна бумажка, а людям потом отбиваясь от этого, было или не было, месяц, два, три и так далее, и тому подобное. Так что, к сожалению, такая практика, она присутствует. А если он с низкой социальной ответственностью, что ему? Соответственно, орган, не установив личность лица, которая к нему обратилась, он не может инициировать. Он на этом основании тоже. А в чем его поражены права? Написал жалобу, да? Может, конкретно вас и не касается? То есть, сначала вы работу с такими людьми проводите? Орган контроля. На орган контроля к ним поступает обращение. Первое, что они должны сделать, это найти этого гражданина, который к ним обратился и пожаловался на какой-то хозяйствующий субъект, на индивидуального предпринимателя, на юридическое лицо. Они его должны найти, идентифицировать его личность. Он должен сказать, да, я вот, Иван Иванович, вот мои документы. Это я писал жалобу, я говорю, что да, вот, безобразничает этот товарищ, на которого я жалуюсь. Дальше орган ему говорит, но имейте в виду, если мы там ничего не найдем у этого гражданина, у этого юридического лица, то мы можем и вас привлечь к ответственности, к материальной за эти вопросы. Соответственно, уже часть жалоб уходит. То есть, задумываются заявители, а стоят ли заказные жалобы. А меньше реально жалоб стало? Вот вы как-то прикидывали вообще? Ну, поскольку вот этот новый федеральный закон, 248-й, он теперь защищает не только юридических лиц, как раньше, но и граждан, то, соответственно, конечно, заявлений, количество о санкционировании контрольно-надзорных мероприятий увеличилось на порядок, потому что туда добавились ещё и граждане, помимо юридических лиц. Поэтому, соответственно, порядок цифр, он уже немножко другой, раньше их было значительно меньше. Но, тем не менее, мы не санкционируем, и таких у нас порядка 30% отказов там, где орган не установил обратившееся лицо, и обратившееся лицо не подтвердило доводы своего обращения. А как с коррупцией быть в этой части? То есть, как бы давление на бизнес в чём заключается? То есть, либо, как говорилось, заказ чей-то, либо сам контролёр пытается сказать, мы от вас отстанем, но вот давайте заключите с такой организацией договор экологического аудита, проведение каких-то анализов. То есть, фактически, данные услуги и оказываться-то не будут. Но мы от вас отстанем, но вы нам ежегодно будете платить там. Скрытая форма подробов. Месяц 30 тысяч в год, там это уже полмиллиона, и так ежегодно. То есть, как бы навязывание услуг, то есть, это давление на бизнес раз, то есть, сокращение, может, фонда оплаты труда, это на работников, повышение цены производимых товаров, соответственно, и удар по обществу. То есть, коррупция, как бы, влияет на все стороны. Я ещё имел в виду, что многие предприниматели, конечно, рискуют, и всем факты известны, коррупции, ну, скажем, сомневаются в вопросах защиты, как им заявить? Вот если по проверкам анонимных нельзя, как быть, посоветуйте здесь, если им факт коррупции, какой алгоритм известен, и как заявить? То есть, что у нас, если даже вы дали взятку, и вы сообщаете о том, что я год назад дал взятку, там, два года назад, то заявитель, как физическое лицо, освобождается от уголовной ответственности. Пришло. Да, а если он дал взятку им в интересах юридического лица, чтобы получить лицензию, там, не применили к нему штраф, так же будет освобождено юридическое лицо. А если в ходе расследования выявляется факт, то есть, человек сообщает, да, я сделал, дал взятку, то есть, он также будет освобождён от уголовной ответственности при наличии его реальной помощи. Но юридическое лицо уже будет привлечено к административной ответственности за дачу взятки от имени в интересах юридического лица. Да, и тут срок давности у нас шесть лет. То есть, надо понимать, у нас были такие случаи, то есть, выявляется у инспектора один факт дачи взятки, то есть, например, он через сестру получал её карточку деньги, то есть, просто отслеживается, откуда поступали деньги, от каких лиц они отрабатываются, уже под цепочкой правоохранительный орган идёт и, соответственно, уже устанавливает факт взятки. И когда не было предварительного заявления, то уже данных юрлиц у нас были факты, мы привлекали к ответственности, и штраф минимальный 500 тысяч, а так и до миллиона рублей минимум. То есть, идут даже мировые судьи на снижение, как бы, по минимуму 500 тысяч, но если там свыше миллиона взяток, то она и кратность идёт. Поэтому обращаю внимание, что лучше заявлять о фактах взяточничества не только со стороны государственных органов, публичной власти, но и коррупции в частном секторе. То есть, надо понимать, у нас есть компании-региональные операторы по обращению с отходами, которые также могут взять какие-то опасные отходы на свой полигон, но за дополнительную плату неоформленную, то есть, по сути, за коммерческий подкуп. Либо предприятию надо подключить сети к сетям водоснабжения, водоотведения, то есть, те же водоканалы, у нас, как бы, коммерческие организации, муниципальные, но там также это будет являться коммерческим подкупом. Также эта административная ответственность на юридических лиц одинаково распространяется, без разбора органов публичной власти или частного сектора. Было вознаграждение. Поэтому лучше обратиться в прокуратуру, даже если вы не хотите письменно позвонить, записаться на приём, и мы принимаем, как бы, в рабочее время постоянно, в любой момент, примем сотрудника, либо у нас в Межрайонной природоохранной прокуратуре. Все жалобы коррупционные мы, как бы, сразу берём на контроль. То есть, можем дать консультацию, как действовать. То есть, не обязательно тут, может быть, письменное заявление, а как бы проговорить, проработать, чтобы снять вопрос. Да, как раз на органы прокуратуры это ограничение по установлению личности обратившегося, оно не распространяется. То есть, органы прокуратуры обязаны рассмотреть любое обращение и принять меры, независимо от того, знаем, кто к нам пришёл или не знаем. Не только опасно, да, коррупционное поведение, но и невыгодно теперь, судя пока же. А вообще есть какие цифры, какого-то вред бизнесу наносили вот эти незаконные всевозможные проверки? Ну, есть индекс административное давление. Тут вред, не вред, который мы ведём. Я знаю, что торгово-промышленная палата ведёт барометр антикоррупционного исследования. То есть, они все материалы опубликованы. Специальные цифры, конечно, сейчас мы не приведём, потому что начало года, и я думаю, к докладу будет выкладка. Да, опросы все анонимные, поэтому... Но в целом, по стране, если мы не выбиваемся в какую-то сторону, как не в супер-хорошую, так и не в супер-плохую, как ни погляди. Те проверки, которые выявлены органами прокуратуры, причём хочу сказать, что они выявляются органами прокуратуры в большинстве своём самостоятельно. То есть, предприниматели на незаконные проверки опасаются жаловаться. И как раз наоборот. Те, на которые активно жалуются, они в конечном итоге оказываются легитимными, эти проверки. И проведение таких проверок, они относятся к грубым нарушениям, лекущим недействительность их результатов. Соответственно, если прокурор выявил незаконную проверку, то она последствий приори не может никаких понести, потому что прокурор требует отменить всё, что по ней сделано. У нас исторический такой нигилизм присутствует относительно правоохранительных органов среди предпринимательства. То есть, люди, столкнувшись с проблемой, стараются её решить, а не выносить её на публичное обсуждение. И думают, ну, сейчас нажалуемся. Потом, ну да, даже, может быть, в этом конкретном случае всё и решится. Но ведь пройдёт полгода, да, останутся друзья, родственники и знакомые, того, кто пострадал от наших действий, скажем так, в кавычках, да, и эта система останется. Поэтому вот этот нюанс, он ещё не преодолён. Я думаю, эта работа-то она не на один день, а на годы, и даже, может быть, на десятилетия. Поэтому постепенно ситуация меняется, но сказать, что она целиком переломилась, ну так, конечно. Мне кажется, надо формировать навык жаловаться. Это нормально, абсолютно нормально. И вот коллеги в прокуратуре, знаю, там ведут регулярный приём предпринимателей. Там каждый первый вторник месяца, да, вот, проходит официально всероссийский день приёма бизнеса. Нужно обратиться через нас, можно напрямую в Волжскую межрегиональную предохранную прокуратуру. Это нормально. Если ты считаешь, что твои права нарушены, не надо стесняться. Другое, что ненормально, и мне пока кажется, что это тоже на уровне сознания отдельных служащих сохраняется, это то, что если кто-то пожаловался на твою работу или подал в суд, это воспринимается как личное оскорбление, и потом начинаются какие-то мести. Вот это абсолютно ненормально, нездоровая реакция. Люди, которые работают в органах власти, местном самоуправлении, они нанятые люди, да, для того, чтобы оказывать услуги государственные, муниципальные. Поэтому, ну, да, могут быть какие-то ошибки в действиях, могут быть люди не согласны с этими действиями. Ничего там нет страшного. И не надо реагировать на, там, знаете, бывали такие случаи, там, не пускать там кого-то на порог такого-то ведомства, чтобы отвечать там в письмах только там с 10 согласованиями в этот адрес, на сутяжника какого-то жалобщика. Ну, не надо так реагировать. Спокойно надо, спокойно работать, выполнять свои функции и, ну, привыкать к тому, что осуществляется надзор за вашими действиями. Ничего в этом такого нет, странно. Ну, интересная, конечно, такая вещь. Надо формировать институт жалобщиков, чтобы люди не боялись. Ну, он же на Руси, как испокон веков, это, что называется, подло стучать. Жалобщиков хватает. Культура обращения должна быть. Вот жалобщиков и доносителей хватало и хватает. А я о другом говорю, да, их сейчас хватает и много обращений. Вот кто действительно пострадал, они сидят и молча. Не надо стесняться, не надо. Копилось в одной песне. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Ну что ж, будем-то надеяться, что действительно ваша работа поможет нашему предпринимательскому корпусу. У меня нет оснований не доверять вот Антону Стамплеску, Владиславу Шоргу, потому что это люди, которые всегда стоят на защите интересов наших предпринимателей. Если они, насколько я вижу, положительно оценят вашу работу, значит, действительно, не зря выносят ваши замечательные золотые звезды. Спасибо. Поэтому удачи вам в вашей работе. И вам, конечно, тоже. Спасибо, работаем. Всегда стоят на защите предпринимателей, их прав. Если действительно ваша работа будет нести успех, то это очень хорошо, потому что, да, незаконная проверка, все это, как давно уже наш бывший президент, хватит кошмарить бизнес. Это была программа «Тема дня». Спасибо большое. До новых встреч.